12 томов Демитрия Настовского. Фактически я прослушал на 10 раз. Когда все... Ну, допустим, говорит такое что-то святое какое-то, и вот дьявол ударил камнем. Вот такое вещественное. Камень. Открыл камень. И там все про камень на 1170-й биографии сказано. А теперь еще какое слово? Ты вспомнил, такое было на стадионе. Открыла. По второму, если не найдешь. Пожалуйста. Сколько она будет стоить, Игнатий Тихо? Это, я не знаю, сколько там. Это надо старые сцены посмотреть. А есть у вас еще одна книжка такая? Еще одна есть? Что, Игнатий Тихо? Еще одна книжка есть? Такая? Да. Ну, не могу им сказать, потому что Тихия не переиздается. Лилия, которая уехала вчера. Пока один экземпляр. Дело в том, что когда у меня самая трудная книга была, симфония, но не канонические книги. Вы знаете симфонию? Одному слову можно найти, где, допустим, у доброго человека ты нашел, и стирай пороги дома. Выражение какое? И стирать порог дома. По любому слову ты можешь его найти. На канонические, изданные, 20 человек составляли 5 лет. А если один, сколько пойдет? 100. 100 лет! Ну, а их 20 человек. Я составлял один. И вручную, на первые 5 книг, не канонических, а их 11. Это надо просто видеть было, как делается. В алфавитном порядке, как идет он. Электричка идет, когда у нее сиденье и спинка вот на таком уровне. Ты сидишь здесь, вот сколько человек, напротив тебя, а тут коридор и там. Вот это коридор, за коридором. И здесь у меня все бумага. 475 листов А4, на которых печатают. И я только понимаю, сам слово, еду в Новосибирск, а сам все это записываю, составил, перепечатал, переплел. И человеку все это бесплатно. Но, когда стали вот такие вот люди, которые, как Вячеслав, понимают в электронике, ну, в электронном это уже, я мог где-то пропустить одно слово, здесь ни одного нету. И симфония была составлена на 11 книг. Почему? Потому что какие были симфонии, я их все проверил, дореволюционные. За границей, я в Нью-Йорке все это старался найти. Я признал, все до одной составлены непрофессионально. Они берут, как написано. Шел, пришел, ушел, а ты, я знаю, шел, а то ли пришел. Я все эти глаголы свял в один глагол. Подержи в один подержь. Понимаете, сколько это ушло времени. И корректуры, ну, вот узнают, правильно, неправильно. Ну, один-два человек. У меня 18 человек работали, найти где ошибки. И бросили, не сделали. И когда библейская общая с вами познакомились, а тираж с тысячей экземпляров. Я стоил, занес его с этими руками в машину, подарил тем, кто интересуется этим. Это сразу зато. Не считаю, что 650 тысячи мы в библиотеке отдали бесплатно. То есть у меня мизерная, мизерная. Поэтому одна, вы просто цените это. В электронной версии я могу сослать. В электронной. Так, все, садимся за стол. Ну, вы поняли, что вы должны быть у нас никто симфонию не спросит. А вы молодые. Сколько могли вы по другой отрасли, не в этой. Симфония на экономической книге, самая трудная у меня книга. Ответ на тысячи вопросов. В университетах. Как-то вы так себя определили, нигде я не нужен. Вот мы сейчас ходили в лес. Марины нет. Но дорогу, которую вы поворачивали, перегородили. Павшие яблони или что-то. Эти, с той стороны, да. Эти, да, это, ну, это, ну, стоит. Ну, как же так? Ну, почему я бросился-то? Ну, какие у меня движения, когда он мне не дает? Ну, вот этот треножник падает вон там вот. А я сижу вон там вот. Я устал броситься на ходу и подфлазил. Так? Как он благодарен, что я разбилась? А во мне-то ничего уже нету. Труха одна. Ну, этот заряд, который был. И спрашивают, а как вы там уцелели и не стали такие там сотрудничать с властями в тюрьме? А они заранее знали. Следователь меня допрашивает, а я его уже допрашиваю. Сотрудники КГБ работали по санкции Московского КГБ. Это, ну, выше этого нету. И он говорит, ну, а как они? Как? Я говорю, о Боге. Один следователь КГБ моей жизни обратился, стал священником. Привезли тут показать, какие евреи один. Вот я уже не раз рассказывал это. Как, ну, баптисты привезли. Мы с ним побеседовали полчаса, наверное. И он с ними уже не поехал. С сам православным священником. На ум израильниче. Вот я говорю, пускай через каждого священника. Один еврей сделается православным священником. Вопрос решен. А мы вот, ну, если приехали в библиотеку, а муж спрашивает, а что у вас с собой? Я говорю, книги. Книги. Вы автоматы привезите, чтобы эту власть свергнуть. Автоматы не привозим. Мы слово Божие привозим. Я вот вам рассказываю, который, это не просто так. К этому надо было подходить самой жизнью. А то молодой человек, я сейчас говорю, как павец, а ногти никогда не видел. Вот это все время. То сарапается, то ногти начинает рассматривать. Оторвив и выбросите ногти, раз они мешаются. Понимаешь, вы только начинаете жить вот такая. Даже, ну, почему дальше тянули? Они, я, сучки туда, не подошел. Дальше мы заметили сваленное дерево, спиренное, но на траве не видно. Если человек, который едет чуть-чуть в траву, он сразу ударится на него. И поднять трудно. Нет, вдруг, двое подняли. И отвернули в сторону, тоже лишний. То есть, куда не повернись, человек лишний. Как это может так быть? А ты почему не сказал? Если не я, то кто? Я в своей должности начальник детского лагеря. В советское время, 45 лет директор, тысячи детей. Не рублят государство, только гонения были. А где? Один лагерь на всю страну был. Эта деревня одна такая. Да и то тут вражда между собой. Пройдем. Завтра будет все по-другому. Вот они жалуются там, с властями. Мы только молимся Бога благодарим. У них никого нет. А у нас полный дом. Мы что-то даем. Они ничего не могут дать только взять. Вот этот дом мой. И они успели переопорговать. Два же продали. А теперь еще посмотрят, как. И как обошлись. Все надо, перетащили. А что надо? Это туалет? Мужской. Да они подали милицию. Вот на днях только полиция приезжала. Мы все разъяснили. У них ничего нет. А почему? Потому что они по любви делаются. А по любви ты будешь видеть всегда, куда ты сегодня нужен. Ну просто я хочу, чтобы не такими были. А таким если власть наша, которая была в детский лагерь, вы не образуете, написать еще не напишете. А ты поел, сходил, оправился и все. Да какая-то жизнь. Был такой, как называют они их, писатель или что-то такое в Москве, Розов. Ну вот разговариваем с ним. А он преподаватель в университете. Говорим, он говорит, я полгода преподавал в Японии, потом полгода Китай меня запросил. И вернулся студентом. Говорит, спрашивает, что интересует тебя? Я учусь. Ну что, ну, встал, сходил в туалет, сходил на занятия, лег спать. Это жизнь. А мне тогда было уже 73 года. Я каждый день нахожу новое. Я не понимаю мужчин, которые изменяют жене. Может быть, первым, он с той позиции. Может быть, первым надо было разглажать, а то другое. Ну какая же это любовь, сколько скажете? Обычно, когда разговариваешь, не записывайте. А это так, я пришел с микрофоном, сложные вопросы задвинули микрофон, и за руку сразу отвечает. Преподаватель? В розах можете посмотреть где-то. Наверное, уже его нет. С какими людьми ты встречаешься? Вот написали 14 маленьких книжек о православии, о католицизме, в Щерлах пишет, о баптистах, о адвентистах, о адвентистах дня. Такого маленького размера. Я нашел Митрохин, о баптистах пишет. У меня православных, везде я нашел, купил. Там ничего не возьмешь. А у него как будто верующий человек. Мы с ним созвонились в Москве, у памятника Маяковского встретились, он не один пришел. А у меня синий портфель, и там магнитофон стоит. С таким, я говорю, а как вы это дошли? Ну, как? Да я простой островской мужик. Меня дернул за это, думаю, там запись не слышно. Я говорю, не могли бы вы мне на магнитофон сказать? Они сразу поднялись и ушли. Да я потерял их. Ну, кое-что маленько знаю. Митрохин, баптизм. Можно посмотреть, с какой ясностью. Это не для баптистов, а для всех. Как уверовать, какую роль играет Библия. Какие люди тебе будут встречаться. А ты для них интересен? Тут надо, чтобы я не тобой заинтересовался. Поэтому отъезжающим, я говорю, особое внимание. Наша мать говорила так. Самое трудное – молиться и с детьми водиться. А у мамы 12 раз рожали, 10 живых детей. Опыт был большой. Чтобы у вас, ну, дети росли, которые можно у нас, как кажется, передать. Чтобы было им интересно, что вы были здесь. Просите разрешения. Может быть, на следующий год буду живой. Премиум. Вот, видите, что она кажется. А она не понимает. Она не понимает, она на другом уровне. Раньше было приклеили, какое-то там записывающее, в Америке делали. Маленький ребенок 400 вопросов задают за день. А у вас за 400 дней ни одного нет. С миром Божьим. По столам. Режим. Маленький ребенок 262. По столам. Ну, и как они уйдут.